С момента прекращения войны в Карабахе проходит год. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, но также и впустил на свою территорию российский миротворческий контингент. За год геополитическая расстановка в регионе поменялась. О том, какие на сегодня мы имеем геополитические результаты в регионе, рассказал в интервью Кавказскому бюро Эксперт Риси Константин Тосиц. Прошел год с окончания войны. Какие итоги мы имеем? Как геополитически поменялся регион в этом году? Наиболее радикальные изменения произошли в отношениях Армении и Азербайджана. По сути, они поменялись местами. Баку взял реванш за тяжелое поражение в Первой Карабахской войне. Россия сохранила за собой статус основного гаранта стабильности и мира на Южном Кавказе. Однако активнее и амбициознее стала вести себя Турция. Иран стремится обеспечить свои национальные интересы в новых условиях и принять участие в строительстве транспортных коридоров. Снизилось влияние США и ЕС, которые никак не проявили себя в ходе военных столкновений между Арменией и Азербайджаном. Одним из результатов стало еще большее усиление России и Турции. Насколько это обезопасило регион? Не будут их противоречия в других регионах сказывать и в нашем. Ситуация на Южном Кавказе стала гораздо стабильнее, чем была год назад. Интенсивность столкновений значительно снизилась. Периодически случаются отдельные нарушения режима прекращения огня. Однако присутствие миротворческой миссии не дает им перерасти в масштабную эскалацию. Президент Азербайджана Эльхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в целом позитивно оценивают деятельность российских миротворцев. Действительно, есть опасность, что конкуренция между крупными игроками, такими как Россия и Турция, может негативно сказаться на региональной безопасности. Однако пока лидерам двух стран удается избегать жесткого противостояния и разрыва отношений. Они договариваются и находят компромиссные решения по имеющимся противоречиям в разных регионах мира. Если говорить в сухом остатке, то у нас что? Более стабильный регион или же он стал более турбулентным? Новые реалии создают новые вызовы для стабильности и безопасности Южного Кавказа. Между странами сохраняются противоречия по целому ряду вопросов, поэтому риски эскалации в будущем нельзя полностью исключать. Тем не менее, руководители республик заявляют о готовности налаживать мирную жизнь, разблокировать коммуникации, восстанавливать экономические связи. Стабилизирующим фактором является присутствие российских миротворцев. Это создает окно возможностей для нормализации ситуации и создание условий для мирного сосуществования.